Здарова мы занутые! Коим являюсь я и сам! Итак, Meizu U10, 115 баксов. Стоимость у продавца, минус кэшбэк, сервис 10,5%, ссылка в описании. Заходите, регистрируйтесь и покупайте на 10,5% дешевле. Все что угодно, любые телефоны и смартфоны у любых продавцов на Алиэкспресс. Ссылка в описании, как и на этого продавца. Так, 14 дней добирался, почта Сингапура. Это очень хорошо, что почта Сингапура, потому что это сейчас самая быстрая доставка, бесплатная. Если вам продавец отправляет почты Финляндии, то это считайте как приговор. Только представьте себе, что сначала продавец отправляет в Гонконг, с Гонконга в Финляндию. С Финляндии ваша посылка попадает уже непосредственно в Екатеринбург. С Екатеринбурга попадает это все в Москву, а уже из Москвы к вам в деревню Бердыева. То есть очень долго. Этот продавец отправляет Сингапуром, я у него уже заказал еще и второй. Кстати, давайте анонс небольшой. Ко мне еще идут два Meizu. Это Meizu M5, 5.2 диагональ, который пластиковый, который черного цвета. Также идет Meizu M5 Note в синем цвете или в голубом цвете. Очень было интересно на него посмотреть. Так что подписывайтесь на канал. Будем делать сравнение. Три Meizu подряд. Первый вот он. Итак, я уже чуть-чуть надрезал его. Посмотрел, что там на месте. Смотрим, что пришло. Упаковано нормально, как всегда. Воздушный матрас. Все в целости и сохранности. Так. Переходник лежит. Что хорошо. Чехол силиконовый, прозрачный. Тот, который не очень мне нравится. Так как у него не совсем элегантный вид, так скажем. Поясню. Вот из-за этих вот углов. Который якобы защищает от удара углом смартфона. И вот за счет вот этих вот усиленных краев, якобы защита усилена. Ну это, конечно, так, но выглядит это достаточно некрасиво, в общем-то. Ну да ладно. Так. U10, 4G, LTE, иероглифы, пленка. Я просил телефон прошить на глобальную прошивку продавца. Читаем характеристики, ставим на паузу. У680D версия, но должна быть прошита на U-H. В конце должна быть H. Это значит международная версия. У меня версия 2.16 ГБ, вот указано. Так. ИМЕИ. Но остальные характеристики я вам покажу отдельно. Стоимость очень хорошая. С учетом кэшбэка обходится в 10 баксов всего. Ой, вернее, 10 баксов-то скидка кэшбэка. А обходится он сам в 100 долларов. Так, пленка. 100 долларов, это, конечно же, очень дешево для такого телефона. По крайней мере, должно быть. И так, телефон черного цвета. Конечно же, я заказал себе черного цвета. Смотрим. Ну и первое впечатление. Телефон очень-очень красивый. Он просто чертовски красивый. По краям металл. Такого черно-серого цвета. Сняты фаски, которые блестят, отражая свет. Внизу мини-джек. Очень удобно, что он внизу расположен. Здесь перфорация под динамик. Микро-USB. Вверху ничего, кроме полосочек под антенны. Кнопки включения-выключения. К слову, не болтаются. Сидят прекрасно. Нажимается щелчком. Тугой ход. С левого бока лоток под сим-карты. Так, бумажки. Конечно же, на китайском. Это нам не совсем все интересно. Нам нужна скрепка. Во-первых, посмотреть, что там за лоток. Ну и посмотреть комплектацию. Вот такой беленькой коробочки все. Достаточно премиально. Но, к слову сказать, все-таки коробка не очень красивая, как на подарок. Но если сравнивать с Redmi 4X, то, в принципе, то же самое. Так, блок зарядки белого цвета, маленький. Это означает, что быстро зарядки здесь нет. Ну и провод. Провод USB. Но, думаю, не длинный, сантиметров 60. Проверять сейчас я, конечно же, не буду. Так, давайте посмотрим, что там с лотком у нас. Лоток подогнан прямо вплотную. Никаких особо щелей я не наблюдаю. Все четко, красиво. Ну и смотрим, что там в середине. Так. Вот так все выглядит. Кстати, вот эта металлическая часть, она имеет небольшой люфт. Немножко болтается. Но, думаю, это не влияет особо на работу в целом всего лотка. Итак, можно поставить две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. Как я сказал, у меня здесь 16 гигабайт. Мне этого вполне хватает, так как я пользуюсь одной сим-картой обычно. Итак, телефон смотрится очень даже шикарно. Давайте отклеим пленки для начала. Посмотрим. Задник должен быть якобы стеклянный. Смотрим. О да. О да. О да. Очень-очень красиво. Просто супер красиво. Meizu. Так. Я думаю, что я его включил. Meizu по-новому написано. Вот у меня Meizu M2 Mini. Видите, какая надпись? И какая здесь. То есть, как-то более строгая надпись стала. Ну, более приятная. Meizu как бы гордятся своим именем. Поэтому так ярко и красиво. В отличие, кстати, от Xiaomi. Они, походу, стесняются и не показывают. Ну, да ладно. Это их личное мнение. Прекрасно всё смотрится. Двухтоновая вспышка. Камера. Ну, шикарный ведь, шикарный. Теперь здесь. Кстати, здесь 2,5D. Также технология. То есть, закруглены края у стекла. Так. Теперь отрываем эту плёнку. Ну. Ну, всё так же прекрасно. Олеофобное покрытие. Есть. Присутствует. Но. Но недорого. В целом. Давайте я протру его. Чтоб уж было посимпатичнее. В целом, смартфон очень красивый. Очень-очень красивый. Как на подарок. Кстати, там есть и другие цвета. Такие, как розовые марки. Чёрный цвет марки. Мрается запросто. Так что используйте чехлы. Есть там цвета и золотые. И розовое золото. Как для девушки подарить. За 100 долларов. 6 тысяч рублей. Это будет, конечно, шикарный подарок. Тоненький, кстати. Достаточно тоненький. Теперь давайте по характеристикам. Что мы имеем. Итак. Кому надо, поставьте на паузу. Я же зачитаю. Процессор. МТК 6750. 1,5 ГГц. Экран. Диагональ 5. HD экран. То есть 1280 на 720p. 2 ГБ 16. Это моя версия. 13 камера задняя. 5 передняя. Фронтальная. Так. Батарея 2560. Надо тестировать. Кстати, здесь батарея 4000. Если выбирать из двух, они стоят одинаково. Здесь, конечно же, с этим делом получше. Флайм ОС. 3G, 4G. Также поддержка Google Play. Google Play сейчас будем смотреть. Будем смотреть русский язык. Ну, вот такие вот характеристики. Итак, первое включение. Включаем. Пошла загрузка. Была вибрация. Meizu. Гордо. Ну, приятный. Приятный смартфон. Давайте посмотрим размеры. Xiaomi намного короче. Миллиметров на 3, 4. По ширине одинаковые. По толщине. Ну, Xiaomi чуть потолще, так как у него и потолще. Батарея. Так. Ну, экран неплохо смотрится. Угу. Ну, неплохо, неплохо. Так. Шторка пока всё на английском. Вот так минимальная яркость. Вот так максимальная. Экран хорош. Хорош экран за эти деньги. Хотя, вот у меня претензия к красному цвету. Я люблю, когда глубокий красный цвет. Но, может быть, здесь специально такая картинка. Итак, идём в настройки. Всё. На английском надо нам найти русский язык. Так. Переходим сюда. Сюда. Английский. Болгарский. Где же наша Russia? Держава наша. Наша Russia. Держава наша. Вот. Есть. Прекрасно. Так. К слову сказать. Кнопка M-Touch. Очень удобная вещь. То есть, один раз прикасаетесь. Это шаг домой. Вернее, не домой. Шаг один. Назад. Домой, если она механическая, так же. Можно нажать. Это значит домой. Очень удобно. Привыкайте. И потом вам вот эти вот кнопки. Нафиг не нужны на самом деле. Очень удобно. Так. Идем опять в настройки. Смотрим, что там из себя представляет о телефоне. Итак. U10 написано. Это моя модель. Смотрим прошивку. Вот. Перепрошито. U680H. Это означает, что продавец перепрошил. Версия 6.0 Android. Версия прошивки. Flame 5.2.3 OG. Ну что. Прекрасно. Продавец. Все сделал. Продавец красавец. Так. Ну что будем смотреть. Для начала. Что тут интересно. Послушаем. Звучание. Рингтон. Давайте. Громкость на всю. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что я могу сказать? Динамик не очень громкий, но и не совсем тихий. Пойдет нормально. Так, далее, что нас еще интересует? Экран, экран яркость, автонастройка выключена, цветовая температура. Здесь можно менять до холодные и теплые тона. По мне так устраивает посередине ползунок. Так, далее здесь больше ничего нам интересного. Язык клавиатура, язык русский. Соединенные Штаты нам также не надо. Ищем нашу Рашу. Так, аннотации смотрю с флагами. Что довольно-таки выглядит все симпатично. Россия. Есть. Все прекрасно. Дата и время сети. Окей. Так. Что бы я хотел посмотреть? Шторку. Шторка уведомлений переведена на русский язык достаточно хорошо, я смотрю. Все основные функции. Фонарик довольно яркий, хорошо светит, отлично даже. Так, я вообще-то его не выключил. Далее. Давайте-ка посмотрим камеру. Камеру. 13 пикселей камера. Повторюсь. Фокусировка. Ну, фокусировка не такая уж быстрая, конечно, как вы можете наблюдать. Но, тем не менее, макро довольно неплохо. Так, смотрим. Ну, неплохо, неплохо. Очень неплохо. Видно даже вот мусор, всякий пыль. Все прекрасно с камерой. Так. Ну что. Теперь посмотрим. Надо включить Wi-Fi. Включаем Wi-Fi. Далее. Идем в настройки. Настройки. Ищем свою сеть. Так, друзья мои. Если кому-то это неинтересно, давайте-ка я пока расскажу небольшой анонс. По поводу. Я выбираю между двумя этими смартфонами. И один из них я себе оставлю личное пользование. Вот. Так что, вот такие дела. Конечно, я потом расскажу. Небольшие сравнения сделаю. Вот. И поделюсь с вами. Так что подписывайтесь на канал. Будет интересно. Я человек такой, что очень откровенный. Так что, расскажу все как есть. Так. Пробуем подключить. Если я, конечно, правильно ввел. Так. Ловить сеть. Ну вот. Сеть поймана. Итак. Надо установить Google сервисы. Вот, пожалуйста. Что он нам предлагает. Сервисы установлены. Что может ввести на... Ага. Окей. Ну, смотрим. Что у нас тут. Не пойму. Я установил, не установил. Честно говоря, я не помню. А, вот. Пошла закачка. Вот таким образом устанавливаются Google сервисы. То есть, Play Market, что вам надо. Ну, и там все остальное. YouTube там посмотреть. Вот так вот все устанавливается. Так. Ну что. Для первой распаковки, я думаю, это пойдет. Пока что. Вот. В скором времени я расскажу более подробно свои впечатления. от небольшого использования данного смартфона. Буду выбирать между двух этих смартфонов. К слову сказать. Этот меня привлекает больше всего своим дизайном, конечно же. Который заляпывается очень сильно, кстати. Очень мне нравится то, что здесь отверстия под наушники внизу находятся. А не здесь. Как, допустим, реализованы на Xiaomi Redmi 4X. Это мне вот не нравится на самом деле. Здесь очень хорошо сделали. Далее. Здесь сканер на отпечатку пальцев. Тоже очень удобно. А не так, как здесь. Но здесь больше батарея. Здесь, по ходу, возможно. Надо проверять. Но может быть даже получше экран. Ну, в том смысле, что он понасыщеннее. Вот. Если здесь музыка воспроизводится лучше, играет он лучше в наушниках, то, конечно, я выберу этот. Мне абсолютно пофиг, какой процессор стоит. Главное – оптимизация. Флайм оптимизирована очень хорошо. Работает она как ракета. Ну, в общем, надо сравнивать. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Вот. Ну, а напоследок давайте ещё раз посмотрим его дизайн. Кому интересно, он уже весь заляпался моими пальцовками. Вот такой он марки, кстати. Сзади аля фобка никакая, кстати. Наверное, всё-таки никакой. Ну, будем тестировать, смотреть. На самом деле, смартфон очень красивый. Чехол надо одевать что на этот, что на тот. Вот. Сейчас я его протру по-быстрому. Конечно же, царапки могут оставаться на заднем стекле. Не знаю, стекло это или не стекло. Я склоняюсь, что это пластик полированный. Какое-то вот стекло. Но смартфон очень шикарный. Просто эпически шикарный. Так что, переходите, смотрите, сколько он стоит сейчас на данный момент у продавца. Очень хорошая покупка. Очень дёшево, я считаю, для такой продукции. Всего доброго. До свидания. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!